здравствуйте дорогие друзья вы на моем канале и поговорим сегодня о природе не секрет что в этом году погода очень странная и растение тоже ведут себя как-то странно вот я утром встала это было вчера и обнаружил что начали цвести розочки как-то обычно розы цветут у меня после пионов а пионы еще не были раз были только бутончики они по разной сторонам дорожки повернулась смотрю и пион расцвели получается что как бы природа вдогонку начала по времени как бы наверное уже пора бы розам цвести но пионы отстали потому что было страшно холодно мая и они практически зацвели одновременно интересно но пионы наверно также быстро отцветут потому что они начали распускаться с такой интенсивностью если например утром был всего один цветочек то к вечеру и стал уже много за один день прямо на глазах практически они все начали распускаться из вот этих вот бутончиков превращаться в полноценные цветочки получается что природа как бы вдогонку бежит интересно с овощами тоже такой будет и с фруктами и с ягодами м м м ты м и м м Как, оказывается, они быстро распускаются. Ничего себе! Ау! И вот беленький ещё. С утра был один. Сколько много добавилось к вечеру. Пион машет крылышком. Правда, как будто пёрышки у птички. Интересно. Посмотрите, правда ведь похож пион на какой-то вот как будто бы у него пёрышки от птицы белой. Куриные или гусиные какие-то лохматушки. Вообще, это не белый пион, а он немножко кремовый. Белые у меня другие. Они ещё не распустились. Вот. Да. Белый попозже. Просто здесь выглядит он как белый. Кустик красненький потом будет. Вот. Был беленький. Теперь будет красненький. И вот ещё о том, что что-то всё вот смешалось у нас. Жимолость она же вначале всегда поспевала. Вот мы её собрали, а уже клубничка поспевает на грядках и земляничка лесная поспевает. Что-то всё одновременно, всё вместе. Не поймёшь. Про клубничку-земляничку я сниму отдельный ролик. А вот скажите, что делать с жимолостью? Как-то у меня вот эти кустики выросли. Мы её просто едим. Потом что останется, так заваляется. Ой. Укроп уже начала заготавливаться. Этот пойдёт на заморозку. Сушёный уже у меня готов. А вот замороженное я решила в этот раз порезать. Потому что прошлый год я его целиком прям замораживала. Потом нужно его резать. В общем, не очень. Решила его порезать. Вот. Интересно у вас как? Заготовки уже идут? Тоже как-то они так неожиданно. Эти заготовки начались. Чуть я к ним как-то не готова. А на этом я с вами буду прощаться. Заходите на мой канал. Ролик получился небольшой. Потому что так много чего-то дел огородных. У вас, наверное, тоже много работы. Желаю вам всего доброго, светлого. Пока-пока.